Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас 26 мая 2020 года. Я опять на своей любимой даче. Косить я сегодня не буду. Приехала полить с удобрением питуньи. Дождей как-то нет, все сухо, нужен дождик хороший. В общем, геройствую, потому что на участке нет воды. Все никак я не сделаю колодец, а летний водопровод у нас что-то там какая-то проблема. Поэтому из Москвы я вожу эти тяжелые бутылки с водой во 5 литров, ну где-то привожу бутылок, наверное, 20. Ну что делать? Цветы хотят пить, вот, и приходится таскать. Также обработала сегодня я барбарисы, обработала чистот светом от мучнистой. На одном просто увидела и решила все обработать. Хосты, посмотрите, какие вылезают. Шикарные хосты. Вот они уже какие большие. Елочка при ростике дает. Вот они, хосточки. Какой шикарный барбарис, на нем оса. Дальше у меня наконец-таки дождалась приростов у елочки биолобок. Вот она, красавица. Сейчас я обработала все хвойные. Обработала я их HB101 стимулятором. А это елочка Нимец. Вот они две таких красавицы. Все медленно растущие. Посмотрите тоже в елочке Нимец, какие приросты. Красотень. Нарядные, нарядные. Дальше, 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 дальше. Погуляем с вами немножко. Также полила помидоры, перцы, огурцы. Это все привозной водой. Наверное, не надо уж себя мучить, а наконец-таки все-таки копать колодец либо скважину. Я уже не знаю, раз такие перебои с этим водопроводом. Лук декоративный зацветает. Лилии. Вот они мои перцы, огурчики и помидоры. Здесь арбузики сидят. Масенькие арбузики, они под бутылочками на всякий случай. Дальше. Восстанавливаю свои кипарисовики. Кто помнит, у меня вот здесь сидела коника Альберта Глоб на этом месте. Можжевельник ее лапами накрыл, как-то ее стало жалко. И кто смотрел предыдущее видео, отсюда выкопала можжевельник. Так, там сидела не можжевельник, а елочка коника. А здесь сидел можжевельник. И вот я конику выкопала с того места и посадила на место можжевельника. Здесь ей хорошо будет. Здесь она на солнышке. Вот такой шарик. Это елочка Альберта Глоб канадская. Восстанавливается вот этот вот можжевельник. Елочка кракона. Вот такие шикарные приросты дает Уайлд Стробери. Смотрите. Красавица. Собирается зацветать пузыреплодник Диабола штамбовый. Хотела вас спросить, насколько вам было бы интересно видео о хвойных. Во-первых, на днях мне придет еще одна елочка киноша. Подойду, покажу, какая у меня сидит. Ну, кто смотрит, тот знает. И хотела вас спросить, именно нужно ли видео о хвойных. О восстановлении растений, о зимовке каждого растения, который у меня есть. Растений у меня много. Видео будет длинным. Как я удобряю, как я восстанавливаю растения после зимы. То есть, если вам будет это интересно, я засниму отдельное видео. Приросты шикарные у канадских елок Дейзи Уайд. Посмотрите. Очень красивые приросты. Вот они две Дейзи Уайд. Это Сандерс Блю. У нее более голубой такой налет. И, конечно, все-таки я рада, что этот Альберто Глоб шарик пересадила. Мне кажется, он даже здесь смотрится как-то. Посмотрите. Красиво. Дают приросты елочки голубые мои. Кайбаб. Посмотрите, какие приросты. Вот еще одна голубая елка тоже с приростами. Так, кто-то летает. Тут можжевельник Хортсмана. Дальше. Дальше мы идем с вами так смотреть эту сторону. И вот про что я говорила. Это елочка Кеноша. Штамбовая. Посмотрите, какая красотка. Вот мне на днях должна прийти еще одна такая елочка. У нее уже, посмотрите, какой штамбик. Вот какой. Очень красивая. Вот она елочка Кеноша. И вторая такая же придет. Это у нас Глаука Глобоза. Ну и Туя. Сейчас покажу еще хосты. Вот они. И подойдем попозже к новому хвойному уголку. Ну и мы с вами пришли на эту сторону участка. Бадан еще цветет. Вот они. Мои хвойные. Которые я сажала в прошлый раз. Все хорошо. И во плакучий гном. Начали давать приросты елочки. Это лесные елочки. Я их формирую. Посмотрите, какие они хорошие, пушистые. Все после формировки. Обязательно вам покажу, как я это делаю. Вот они. Четыре штучки. Сажались маленькими-маленькими. А сейчас посмотрите, какой уже ствол. Большой, такой толстый. Запястье. Вот такие красавицы. Тюльпанчики уже отцветают. Нарциссы сейчас буду срезать. Это плюэры у можжевельники. У меня их раз, два, три, четыре штуки. Птички поют. Тюльпанчики вот эти вот тоже отцветают. Сейчас буду срезать, наверное. Именно срезать цветы. Вот эти вот обрезать. Вот такая красотинь. Я очень рада, что придет еще одна ель на штамбике Ноша. Я ее очень хотела. Очень долго ее вылавливала. И удалось это сделать. Удобрила огурцы сейчас. Также органик-микс. Подсыпала. В бочке у меня, во-первых, взошли. Сейчас вам... Так, сейчас я вам покажу в бочке огурцы. Здесь розы, там тюльпаны тоже отцветают. Вот они, огурцы в бочке. Я их удобрила. Они с удобрением. Теперь все, в принципе. На этом буду завершать. Вот, еще раз подойду и покажу, какая у меня здесь земля. Вообще, какая на участке земля. Это глина. Это стопроцентная такая тяжелая глина. Поэтому на каждое растение, чтобы посадить, уходит полтора мешка земли. Соответственно, это где-то, ну, литров 70. Вот. Вот так. Такая досада с землей. Но делаю ямы всегда глубокие. Хочу хорошего результата. Ну, здесь Евушка Пендула сидит. Вот она. Тоже штамбики. Здесь у меня большинство будет штамбовых. Вот, смотрите. Раз штамб. Извините. Это у нас, вот она, елочка Саншайн. Ой, елочка Сосна. Саншайн. Это можжевельник Лемон Карпит. Ива тоже она на штамбе. Береза повисла юнги. Она придет, сядет туда на штамбе. Лиственница Стив Виппер тоже штамбовый. Еще придут два можжевельника штамбового киша, киша, гамы и еще какой-то. И хупси будет, елочка. Так. И глаука Пендула. Вот. Вот эти растения будут. То есть землю еще надо покупать. Посадить мне сейчас уже, конечно, не хватит. Также был переставлен мангал вот в эту вот сторону. Ну, вот он теперь здесь. Мне больше нравится. Здесь лавочка рядом. И сидишь, смотришь на растения. В бочке вода, к сожалению, тоже все. Это все, что осталось. Но ее по факту нет. Нужен дождь. Очень сухая земля. Посмотрите, вот глина, она трескается. Посмотрите, какие трещины. Очень сухо. Очень-очень сухо. В прошлом году я выкопала, значит, ирисы вот с этого места, где сидит сейчас вот этот вот можжевельник. Мне их совершенно было некуда. Выкидывать было жалко. Я их приткнула к дому. Просто приткнула. Думаю, ну, захотят будут жить. Вот они зацветают, мои хорошие. Представляете? Вот так вот. Ну, на этом я буду завершать. Свой такой небольшой дачный сюжетик. Дачные зарисовочки. Обещает похолодание в Москве. Причем такое серьезное. По ночам до 4 градусов. И дожди. Вот дожди я на самом деле жду. Так что будут вопросы, спрашивайте. Я с радостью на них отвечу. И по поводу видео о хвойных. Если интересно будет, то напишите мне. Я сниму это видео по восстановлению, по всему, по удобрениям. Всех обнимаю. Ну и всем до скорых встреч. Всем пока-пока. Увидимся на даче. Субтитры сделал DimaTorzok